видно так я сразу спрашиваю у нас все выставляется в интернет не против и против я слушаю говорит дорогой икнатих вы меня может не так поняли давайте еще раз как бы поясню я вот спрашиваю людей у православных христиан вот кто сталкивался с вашими видео там с книгами и так далее ну то есть какую пользу вот они почти почерпнули для себя из этого ну тут вот эту тему я затрагиваю до в беседе по skype вот и мы он рассказывает человеку вот то что он что у него там на душе искренне дает так сказать рассказ среди прочего я там такой вопрос тоже задаю если но сейчас вот стал задавать если вот что-либо за за то что ты хотел бы покритиковать игнатия тихоныч там так далее ну то есть как бы стараясь такой объективный братья этот скажем так материал вот и связи с и и вот в ходе разговора поднимается та или иная тема вот и как раз то я и прошу у вас она вот на принести тема об общении за за зашла речь об общении я прошу вот у вас стихотворение на эту тему например да вот со всеми там пролог там послесловие вот это все с цитатами из библии и вот тут как раз уместно будет ну вот вставить стихотворение вот это проповедь стихах вот я вот об этом ну меня мысль то была такая слушаю вас что в чем я не прав на тихом я не знаю как это отдельная отдельно составляете ролик по тем людям которые что-то сказали но опять же это не нежелательно очень даже мы должны смотреть не только на тех кто сказали а кто и не сказали вот если вы будете говорить стиха в стихах столько заложено на основании слова божия напротив каждой строчки место писания и вдруг кто-то заходит он не писание не знает отзыв дает он просто восхитился вот начинает сначала это очаровался а потом разочаровался это не надо совсем у меня все стихотворения направлены к одной цели чтобы люди познали христа чтобы сами себя определились отдали сему на служение и вечности были в царстве небесном поэтому меня мнение людей вообще не интересует учитывая что это столько написано мною и я я понимаю я это хорошо еще раз прервешь я выключу сразу мне надо я не спорю ты меня спросил я слушал потом говоришь мое мнение я говорю поэтому привыкли к этому не звука я когда закончу подниму руку я скажу что отошел и как-то так у нас материалу столько что нам даже глядеть некуда совсем и притом я на это положил столько то стали считать это примерно 10 университетов вложить я 55 лет непрерывно учился день и ночь и мне мнение людей не нужны и говорят а кто цензор был у меня цен за только моя совесть и бог и поэтому книги эти они рассчитаны книги не на один день если жизнь будет продолжаться на земле после моей смерти их искать будут по одной строчке расшифровывать я когда смотрю на стихи и других спрашиваю как вы пишете там где-то я вижу они ничего не знают а это написано я делал сравнение 10 по это взял самых знаменитых и у меня больше чем они вместе взяты пушкин там некрасов лермонтов блок больше в два раза это за девять лет а у них за всю жизнь и ни одной помарки нигде нету понимаешь это это невозможно это это не не бывает чтобы хоть где-то однажды напротив каждой строчки место писания не было в мировой литературе это почему бог делает моего там ничего нету я иногда стихи читаю сейчас как будто я первый раз вижу понимаешь как то есть я писал и до конца в смысле даже не не мог не успевал вникнуть как рука писала это не просто так 8 сказать им четыре тома по 800 страниц и до одной строчки все занято с эпиграфами они у меня выставлены так минутку сейчас я скажу и все говори ну хорошо я дома милости просим во славу божию так поэтому у меня задача дать готовый материал не припутывая ничего если промежутка стихов я сказал только из наших же роликов когда я говорю вот мне начинает подражать как так вот я столько встречался говорил этот тропкой евгений ходил-ходил и сразу раз один раз встретились он уже православие какая сила в этом я не знаю я знаю это бог делает благодать божия без благодати ничего не сделаешь вот он говорит выходит там я вижу того сипов говорит он говорит от знания от ума вот надо чтобы в церковь приходили одеты как должно не на пляж пришли он как будто возмущается но ты создай общину одну алексей иосиф а и лишь создай что ничего он даже он от пробовать не будет он еще не сделает у него все они без платков там сидят я вижу какие у него там слушать у меня в университете все одеты по форме были пять университетов и везде с первое занятие уже все по форме зашел человек пахнет табаком сразу поставили усилие условия или он бросает или он никогда больше не придет мы выставим охрану там где у нас записи кого пропускать можем университете находимся там по спискам мне опыту не нанимать мне только передать поэтому ты когда первый раз там прочитал там там о женщинах всем благодарен и в досталь у тебя получилось я попросил тут наших ребят володя даже и думать не стал не получится я когда дал прослушать кто это никто не догадался я говорю с нами жил а кто до виталий виталий да вы что снова давай слушать но теперь могут узнали его и интонас у тебя здорово получилось тебе не надо другое брать не надо это не твое тебя самому надо расти и расти еще до этих стихов и когда ты в эти стихи тем более уже с эпиграфами их прочитать несколько раз вот ко мне на дом приходит заслуженный артист rcpsr свое время общение как эдуард дмитриевич и вот он считает просто с листа вы дайте хоть мне время ознакомиться то библейские мотивы и вот оно у меня сейчас выставлено и выставлено даже на на сайте посмотреть он считает дочь и фая я слушал допустим 20 раз и 20 раз плакал это нельзя так просчитать этот талант он говорит и рыдает рыдает мужчина понимаешь как у тебя получилось первое ты вот держи к этому в этом месте улучшай просчитать слово божие заранее эти места такими буквами как мне понравились эти буквы выдели определенное слово об общине ведь это не игрушка я тебе сейчас вы сколько скинул то там 20 с лишним стихотворением так я промолотил три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений мне надо найти где община упоминается но она в разных вариациях но это все говорит что такое община чему она направлена ты разные вопросы ставишь просто рассказал там о семейной жизни о главенстве мужа я должен был заново все перемолотить они у меня соединены в один пайл я слово какое община легко было взять община это редкое слово а вот мужчина очень сложно было но я уже выбирал такое где явно противоречие где она не согласна или что-то тем более у нас потерявки был конфликт она оставила семерых детей взяла детей сказать а его оставила одного и поэтому я ей писал живые в руки поэтому никуда не отвлекайся устремись на это но если сейчас я выкнул два у тебя будет номер один об общий номер два разбей на два на три но между ними между стихами потрудись найти на эту тему где я говорю даже не об общине говорил а именно в общине никакой порядок вот у нас как сейчас делается вот выходит виктор андреевич он говорит старшая сестра о больных все у кого какое мнение у кого какое вытряснул все после этого внимания на меня ну давай теперь я подвожу ко всему итог и говорю что у меня на за неделю накопилось сказать то есть это у нас утряслось а вначале никак не мог никого выдвинуть сели сели забились и все мне пришлось как говорящий голове будет все время и наконец я просто ушел ушел сел за дальний угол закрылся там не вылезти оттуда ничего нельзя у тебя получилось ты сейчас не распыляйся значит ты говоришь подряд не то вот этот эдуард дмитриевич он подряд читал я их выставляю одно за другим и они идут как гюстава даре картины на них отзыв там она иллюстрирована это библейские мотивы были конечно не все 104 кажется было все их там еще не 104 а 230 должно быть теперь в нашем раскрашенном уже в трехтомники они все вышли я к этому шел десятки лет пока издали поэтому я прошу это не испорти сам себя не не нет никуда не отходи начни вот как я сказал сделай ролика 2 об общине просчитай с выражением любое фото 21000 фотографий а ты там по плейлистам там и есть об общине крестовозыженская община ты из нее такие наберешь во время чтения и кадры идут и ты считаешь это вообще фото при том не просто фото любительские к нам приезжали фотографы с мировым именем на международных фото выставках брали от рио новости российское информационное агентство и они были несколько раз при том не один человек там фотографии высочайшего качества но они тут в уменьшенном виде поэтому я не могу дать но настоящего потому что это долго мне где-то искать они выбраны пускай маленько похуже но тебе просто самому не найти а я их никуда не вы отдельно поставить не могу они много места занять по 5 мегабайт а тут они каждого 40 раз уменьшается там пикселей эти сколько меньше все слушаю на тихо начи вот смотрите когда ознакомились ознакомились тем или иным стихотворением понятно у меня некоторые надо расшифровать некоторые места вот к вот придется что ли вам звонить или как или писать там лучка же звонить чтоб вы это все рассказали вот прям записано это было тогда это было бы тогда вообще например бог даст если я начну вот начитываю какие какую-то тематику стихотворения и вы поясняете можно как раз эту пояснение вставить нет я в комментариях дам я в комментариях дам пояснение звездочки напротив этих выстави там звездочки напротив каждого отеля цифра 12 верху маленький а внизу я сразу же дам комментарии это самое правильное будет ты и у тебя ты не профессор поэтому ты идешь в уровень с теми которые в основном основная масса людей приходит твоего уровня и поэтому им это практически всем непонятно и поэтому отвечая на твои конкретные вопросы я отвечу всем вот у меня даже тут в общем один дебунов игорь игорь владимирович он очень умный и он стихи мои только с третьего захода начинает понимать и каждый раз у ее и сколько там заложено он а остальные там может быть два раза больше вот еще новые вопросы я новое поставлю ты для меня эталон средний класс и чуть пониже даже и ты когда это его высуешь ну и другим не помешает но слова которые там вставлены это все я обдуманно выставляю не просто там и рукой шевелил где-то именно глубинность слов в самих оборотах я не где-то стихи читал в литературном институте в москве они меня сразу выдвинули по одному стихотворение мне хором еще и счетом лев ашанин вел курсы здесь лучше поэт был старейший он председатель этих поэтов или как на за секретарь марк юдалевич марки осипович и он у меня послушал а у него вышло пятьдесят восемь книг там брошюрки там это стихи то у меня ни одного такого нет а где вы темы берете я говорю у меня красный угол и вот они мне сами поданы я на молитве вот сегодня молились я у меня ручка рядом лежит карандаш вернее я сразу раз два слова написал все дальше уже как так закончили молиться все сделали спокойно я уже накормил свою пасту голубей там кошек воробьев сорок и после этого я начинаю сразу работать над этой строчкой несколько слов она у меня уже вышла я пишу 36 строчек и ни одной помарки нету а как бывает сожженная у вас может быть такая может быть такая говорю что у меня цен за совесть и бог некоторые там подкусывает а подкалывает я откуда себя знаю это поэтому у меня есть священник я хожу на исповедь причащаюсь и каждый день не менее 7 раз вот она 100 поклонов и три святое так что мне мысли то если начинает куда-то идти их забиваю молитвой назад сейчас вот там спросила у нас одна анастасия тому она была ревека и спросила что игнать он без ошибок она как бы без ошибок я скажу в догматике потому что я принял православное за то уж ошибки а я его цитирую поэтому нет ошибки нету я принял все каноны ошибки нет а в жизни своей я могу каждый день это ошибаться как ян караштадский горит я согрешил разгневался вот уже помолился и бог простил женщина там кричит ребенка не может я разгневался на нее но зашел в алтарь помолился и бог меня простил вот простота вера он как ребенок мне это нравится я не зациклюсь а ты еще не согрешил там ну вот ныщет как ты разве не видел вот такой-то у вас поселился потеряемки это вы взяли его он скрылся то есть я его никак не мог узнать кроме по его словам знакомых никого нету а у меня 38 томов и плюс еще семь которые дополнительно в интернете стоят до меня голыми руками любой может взять он ты смотрел книги он скрылся и сегодня уже все понимают это спец задание было разрушить изнутри но ничего не не успел сделать и ничего не сделать потому что там дьявол а мы с богом а где бог там большинство слушаю гнат тихонович о каноне андрея критского вот вы есть благодарственная ступени словословия вот словословная ступень и вы вы перевели перевели на русский текст и еще где благодарственное где словословное вы туда еще как бы ну добавили добавили стихов или вы или стихи все те же остались которые у андрея критского вопрос такой у андрея критского канон переведен на русский переведен в интернете переведен хорошими переводчиками я его взял моего перевода там нету 204 событий библейских и он рассматривает помилуй мя боже помилуй мя я теперь только последнее вывожу на благодарность ну допустим иона согрешил он не хотел идти и дальше начинается помилуй мя боже я тоже говорю иона согрешил не хотел идти но ты господи долготепеливый многомилостивый как ты любишь творение твое слава благодарим тебя христе боже нас припев такой это вторая уже не оглашены а третий иона не послушался господи но кто исчислил милости твои и ты его спас и город спас слава тебе боже наш слава тебе на третью ступень я ничего не добавляю просто припевом возношу ее на третью ступень архангельскую вопрос такой то есть вы только вот именно ваши только слава тебе боже наш слава тебе все остальное это андрея критского до этим словам я подвожу еще чуть-чуть чуть-чуть вкрапление такое это бывает моего перевода там нету никаких событий я не вставляю все взято из интернета перевод все я очень осторожен даже трех топик издал я пелак то и в нем я нигде ничего не добавляю но упустил маленько почему он разбирает ереси какие тогда были их сейчас нету павлики они нету но туда теперь вошли на намеком те которые сегодняшние есть я подошел к этому как андрей кураев говорит талантливо то есть нас интересует сегодня кто такие свидетели его вы вот и об этом как раз немножко сказал но главный момент комментарии 297 комментариев на тему где он говорит необходимость проповеди всем необходимость знать библию всем два момента изучать библию и проповедовать и эти места я беру и разбавляю что об этом сказал симеон новый богослов что исаак сирин то есть а отдельным шрифтом двумя чертами отчеркнуто моего толкования нету я только эти слова беру и он говорит так без знания библии всем нам гибель я дальше говорю опять крупным шрифтом жирным без знания библии всем нам гибель и опять добавляю опять без знания библии то себя в мозги буквально вдалбливаю священники говорят ну почему у меня говорит блаженнафе флаг был последнее издание но лет может быть двенадцать патриархи издала я считал он стоит и стоит но когда ваша стал читать меня пробрала до конца я говорю представьте патриарх пришел со службы и так воздохнул и задумался и говорит господи ну был бы у меня хоть один епископ то возрожденный свыше таких бы дел то мы наворочили президенты бы обратили и стали крестить как положено а в это и дальше без знания библии всем нам гибель я вставляю а потом епископ может быть их было тогда 200 а сегодня их 700 допустим и вот какой-то епископ один я добавляю тоже комментарии тоже воздохнул горько и горит как и на суд божий предстану народ совсем не ученый только деньги 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 в бизнес устроили и епископ лежит и думает я за него уже думаю господи да был бы у меня хоть один какой-то священник рожденный свыше да сколько бы дел то натворил он бы других обратил и я дальше начинаю без знания библии всем нам гибель и дальше священник один лежит и тоже думаю тот осеменился здесь и монах там без семьи никто не проповедует библии не знают сектанты все разоряют господи ну хоть бы один тамирянин у меня был рожденный свыше таких бы дел натворили вот я это все по ступеням провожу и опять без знания библии всем нам гибель талантливо я не думал об этом когда писал я читал только в это время сидел человек и печатал у меня на фонаре единственный которого я знаю одинаково слепым методом десятью пальцами по-русски по-английски читал мог печатать я больше не встречал никого с такой же скоростью без ошибок я печатал тысячи страниц но на машинке у меня пальцы не могут ухватить эти клавиши то я 2 захватываю но но опыта то такой ну я спешу 5 минут минут 7 выправляю ошибки но я пишу не глядя вот такое дело а вот это не тот на фонаил которому кришнаит в алтаре в иркутске или где-то него его его нету он ехал казахстан 19 том 19 открытым оком 19 просчитай когда он курсовую работу написал против отошел от нас и поднялся против я романа все бросил женился уехал вот так он меня коснулся бог отнял от него все я их знаю при том не один при том страшное поражение один смещенник на меня нажаловался там самом верху в москве а он духовник у главного как говорится своего там как стать патриарха митрополит и он на меня очень очень сильно пошел из короткое время с него сам сняли предали наверно в на нафиме и умер и запретили отпевать вот как было я после встречался с его дочерью она теперь дело ведет выродилась отдельная сектор зачем он трогал меня я сколько раз говорю не трожь отойдите отойдите не надо любого разберется со мной мне это дано я сказал а он меня начал полоскать везде и вот такая у меня в книгах выставлено фамилия и имя его все кто и что и как почему не дай бог слышать у меня был только один священник который там в верхах восставал против меня только один который имел доступ у него десять ребятишек было девять сыновей кажется и он ехал из той стороны а тут между двумя машина это трасса это там кустарник растут и вдруг вырывается машина летит и он под нее бьет под эту татру и мгновенная смерть даже секунды покаяния бог не дал у меня все это отображено мне план прислали как это был и один и когда со мной сейчас пытается кто-то спорить все говорят особо этот евгений был жив только он был может сегодня мог бы что-то ответить игнатью они никто не могут ответить почему потому что они не практики дворкин он их глаза может сектантов-то не видал настоящих он видел только в суде где там сейчас светили игову там запретили их места занимают православное там где-то придется харкать крови за это это так просто не останется их первых на старых вас третьих потянут всех туда зачем мы будем это делать и главное всех вне закона во всех странах там и считай некоторые там они закрыты они так как конгрессы какие ведут заряди их просто ты увидишь их не взять а сегодня православные называется миссионерами у православных нет миссионеров почти нету единицы и какой-то там дуле вещь или кто-то под полицам посмотри какие они сколько жестокости в их даже в внешнем виде говорится лицемеры лицидеи и они не могут ничего сделать и они не знают как а сейчас пошли в ангеле раздавать да вы меня за это гнобили все время мы десятки тысяч раздавали а теперь вы в дома ходите стучите вас там принимают как иеговисты а сейчас сами говорят на улице подошли не стыдятся надо прямо в дома проникать то есть они переняли все но не говорят откуда переняли я-то говорил открыто надо учиться у них они со мной достигли в лагере я их знаю прекрасные люди но они еретики погибшие они библию то бросили теперь написали свою новый всемирный перевод я знаю чем говорю а он не знает я им обзываю их когда они священники то злятся еще я говорю вы бесталанная да за кого вы себя выдаёте до вас образования нет игру меня никто не корежил я на молитву упрашивал мой образ у бога а вы вы бесталанная почему потому что вы трусы вы боитесь сказать что нужно а господь говорит иди немалодушиствуй считая еремея 1 5 чтобы я не погубил тебя что скажу то и говори как михель так скажет господь бог то я возвещу у меня есть стихотворение которое виктор поет что скажет бог то возвещу я я тебе выбор посмотри там я кинул тебе там еще вы еще не еще не сбросили гнать их я выбросил бросил тебя маленько пораньше пораньше было несколько дней назад а но если то тут пола только виктор там напел на мои стихи что три песни он там три песни вы послали 33 там три стихотворения 30 с лишним не стих от не стихотворения виктор поет все только нажимая уже хорошо еще раз попрошу что скажет бог то из реку и я михель говорит такому в рот не заползет змея не нанесет он в уши ахинею сим замучились и рака и рачка артисты игнатика начну смотрите вот когда я буду разбирать стихотворение вникать в смысл меня же там ну опять же попадутся смыслы которые надо расшифровать как мне делать я напишу тебе и скинут и говори какое стихотворение какая звездочка а это все у меня готово и будет я поставлю под роликом хорошо чтобы совсем без вопросов у меня ни один ни одного человека еще не было который не задавал вопросы у меня тройной смысл первое называется экстраполяция переход из там вековой 3600 лет назад сказано было перенести на сегодняшнее а теперь из этого сегодняшнего конкретно к тому с кем разговариваешь кто считает это это не просто так у меня один приехал деревенский говорит у нас деревне то были люди но никого не известно один вы теперь только известно вот пишите да я говорю они свое пишу это мысли из библии так это еще умнее говорит вы знаете еще взять некоторые понимают что это не мое когда я говорю об этом начинает а вы хвалитесь павел хвалился и горит вам надлежало хвалить меня зачем он это говорит я более всех вас потрудился более более в гонениях боли проще мне я но благодать божия этими словами погасил все остальное да люди видя ваши добрые дела прославили отца небесного вы говорите невозможно чтобы с ребятишками заниматься одну неделю возьми я 45 лет занимаюсь а вы себя выставляете не надо город на вершине горы его и так видно у меня суды были что только не было но то что сейчас у глеба грозовского 14 лет ему нахлобучили это не просто так ну там прессовал детям 10 что-то там было сейчас еще он пока под следствием но уже все следствие закончил суд уже вынес решение а мне не было этого уголовные дела возбуждали но тут же я подавал встречные все замазала опровержение садажи были были дать и заплатить мне звонят с гтрк это радиостанции говорит вот такого-то числа ваш материал будет там опровержение дано и и проще знаете у нас так неудобно уже раз команда это расписано расписание передач я буду так я не наставить а никто нас не спрашивает суд вынес решение в такое-то время мы даже сейчас сдвинуть все свои правила какие есть уже напечатаны чтобы вставить ваше это очень строго за этим смотрят суд вынес решение все а суд это высшая инстанция перед судом и президент ничего не сделает так что это дело непростое которые там сильно сегодня начинают права свои когда не кромпра просто так кричать то они еще не были в жестких рукавицах у меня были тут тоталитарная секта я сразу в отдел юстиции они привели все данные это противозаконно называть когда православное все я представляю документов у них ничего нету суд сразу вносит решение они оклеветали оплатить и дать опровержение он дальше опять начинает лапки нарисовали там нимб стоит рогатый черт с наручниками я показал курдюма художника затащили туда да я мне сказали но вы знали что это не так не знали то же самое решение суда я вижу мало вы решили я подал в краевой краевой мою пользу все решил эти они нигде не были он сидит там это ник аватар там это ну демоны у них имени нету демонов в ней ничего не знают с кем я буду разговаривать пока он говорит что-то у меня уже на том месте 10 встреч прошло а у него ничего нету у меня 10 тысяч роликов сегодня 10 тысяч это вместе взятые осипов там кураев выступает качев вместе взятые сколько самые знаменитые наполовину меньше почему они видят только так перед микрофоном все это у меня я иду из бани я купаюсь ребятишками мы работаем травим жуков работаем на плотине то есть в огороде у меня все выставлено у них этого нету едем дорогой снимаем а он под часами сидит там на на диване растелешился на на два кресла и все время хлюпает воду пьет для меня это даже думать как так сидит перед ним уже вода ты же веришь от есть гиена огненная что ты хлюпаешь то ты настройся на то чтобы никто и не видел когда ты пьешь они никакие а раз они скрываются я говорю дух божий носился над водой да над водою смотрите над водою наша я умерла дух божий над водой а вы боюсь дух не может тебя сломить дальше меня с работы уволят так это андрей кураев говорит а игнатью все равно а и мне не все равно я мне важно что епископ скажет куда мне дальше отправить а когда его загнали в угол я пишу ему а теперь ты свободен приезжай ко мне нары забыл я говорю палате сухари есть мне говорит а вы не взяли бы его с собой в поездку еще полтора центра таскал с собой да грубо ответил еще не грубо открыто зачем нужно то мы молимся друг о друге он приезжал у меня здесь был на тихоныч можно вопрос да конечно вот максим максим степаненко максим валерьевич он помимо того что он рассказал какую пользу он получил от ваших видео всего остального но он и сказал что вот ну обличил там некоторой степени я вот прочитал и и он в частности и говорю что вот вы всякими разными словами поносить поносите священников ну не пони не скверными кстати говоря словами а ну такими жесткими хлесткими вот для чего вы это делаете вопрос и если это какое-то слово б его за это сняли и вон на эту тему говорить не надо я еще буду говорить все но он это как бы как как будто вот он вам в минус это поставил не надо и пони как не надо ему тоже в минус поставили на за него заступился и он хотя бы даже сама себе так не сказал лучше слышал ну да ну вот и все буду я мне не надо о нем говорить у него свой поприще он говорит я слышал читал много на меня никто так не повлиял как игнать я пересмотрел отношения с женой с матерью ты читай дальше то что он говорит а вы то которые на него говорить это щенки тявкаете у вас ничего нету он там разбирает их но он сказал не нравится я сказал ну что не нравится то я по нраву не подлаживаюсь они нападают вместе ничейно я сказал кодло патриаршая кодло то есть куча собак бегает ничего тут нет такого опровергните они по одному то никто они кучей где-то тогда а мне не надо я один выступаю почему потому что я с богом я не поэтому дух божий не может носиться когда ты стоишь вот твоя гордость серебролюбие тщеславие друг перед другом я в одном храме говорил два священника сразу покаялись вышли к народу и сказали мы бога не знаем мы священники ваши мы даже христианами недостойны называться мы только тщеславим состоим один из них игумен перед всем народом а почему ваши слова тронули понятия не имею у него там у этого человека уж не хочу называть даже он психолог психологический факультет санкт-петербург окончил хороший батюшка и него там прислужница заходит пип пульхерия звать а так она была какая-то машка вот теперь она в черной одежде перед ней раскланиваются любачка зачем она болтарь заходит ну и архиерея благословил до архиерея не вышла собора мы считаем логический собор там 44 3 4 правило мирянин мирянина женщина в алтарь до не входят она перестала быть женщина еще и заклеили или еще девочку маленькую крестят в алтарь священник не заносит а мальчиков там вокруг престола и выносит родителям а девочка вот здесь же перед иконам ей благословил и все так она что святеем девочки восьмидневной поэтому нельзя было вот она зашла на следующий день то веселая такая покорная такая тихая а он говорит слушай сестра больше сюда в алтарь не заходи а почему ну канон нарушают он у меня же архиерея благословил он мои слова и говорит но архиерея не выше собора как она взыграла он говорит никогда не ожидал как она понесла так выйди из алтаря больше никогда не заходи я тебя не обидеть не хотел ничего а теперь-то перед людьми то она никто как я это тяжело а мне нужды нету нам грозился наша архиерея меня отлучить а батюшку запретить за три моих статьи там а что на русском языке проповедь должна быть что христианин не должен убивать и все должны идти на благовестие три темы но архиерея не выполнила я заранее сказал придет приказ я сразу выйду в коридор но в университет он за мной не пойдет это моя область я три радиопрограммы вел регулярно туда они не вмешаются во всех отделах милиции это моя работа но в храме я буду стоять раз он сказал это мой архиерея я починился да несправедливо не надо мне это знать несправедливо значит получишь награду когда будут имя ваше поносить говорит за имя мое но архиерей на это не пошел а у нас 13 лет был архиереем именно у нас и когда меня спрашивают из россии вот архиерей когда где-то приезжает такие поборы с ним такая свита накормить напоить там осетры вино ну хоть один то у нас архиерей есть который бы побор это не брал я говорю есть и вы знаете да мы обедали вместе на соломе валялись целый день там овечек после а кто такой и в тихий домодедовский у кирилла курочкин фамилия его он русско православной зарубежной церкви был на нашем а когда ему дали пять лет переходных то нужно ушел сейчас на покое но ему дали один храм богоявленский в городе ишиме тюменской области я знаю а вы не знаете такого а мне бог такого дал и сейчас какой у нас архиерей здесь барнауле я не знаю где еще найдется такой все на нас гонения все прекратилось ничего нигде нету мало то объявление о лагере два года назад приклеили на центральный храм покровский внутри заходить и никто его не снимал даже а до этого семинаристов посылали они везде срывали наше объявление и писали ересь один архиерей митрополит сергий иванников он сейчас еще живой оцените его и гнать и коныч а вот благодаря вот я так понимаю благодаря курочки ну и епископу и в тихию вот вы стали вот общину то как бы зарегистрировали она начала уже походить на то что сейчас на что она сейчас похоже не то никакого отношения к регистрации не имеет его даже не был он еще и пископом еще он не был даже а когда я был в синоде в америке я заходатайся чтобы его рукоположие это поставили епископы он был не епископ даже у нас первый был там архимандрит русанцев валентин суздале а потом к нам был вениамин он тебе был черноморский тогда в общем то мало было так не к нему никакого отношения я к чему веду мысль создание общины барнаульской крестовозвиженская именно началось когда вы были по домофорам русской зарубежной церкви правильно я понимаю это уже подопад подошли батюшка приехал до этого мы люди то уже были у нас общего создавать люди должны быть мы ходили все московскую патриархию покровский собор это одна церковь была здесь а когда уже мы долго думали ходили в храм как избавиться от торговли как чтобы правильно крестили выход один только выйти оттуда это невозможно и поэтому когда зарубежные уже стали открывать приходы но мы сразу подали им туда наше прошение тут батюшка вышел на свой священник а тут уже епископ был там был лазарь раза журбенко лазарь да вот это он тоже у нас был то время так что ну то есть это утопия насколько я понимаю вот кто-то если даже захочет священник или мирянин создать общину вот хотя бы по образу и подобию хоть процентов на 10 на 20 чтобы она походила на крестоводвиженскую либо на потеряевскую свято-анфимовскую то это утопия это невозможно в рамках можно возможно если бы я не толкал всех людей патриархию примерно 600 общин уже создано было бы 600 я и говорю вне в недрах московской патриархии такой который она сейчас вот есть это невозможно вы вы же об этом в недрах и в недрах это вопрос другой ну вы держите нету это теоретически а бог может сделать может поставить вот как нам сейчас митрополита дал с таким можно было и все заглохло я не внутри самой патриархии мы не создавали мы сразу отошли и и поэтому 10 20 процентов не надо только сто процентов и улучшать что у нас есть ну хорошо вот нашелся один священник недавно и мы у него там были он мои книги приобрел и потом все вопросы крупно выписал и до потолка вот такой стенд вопросы какой том и у него лежат наши книги люди приходят считают вот этот вопрос батюшка дай-ка туда и он оттуда достает этот том и дает считать прямо внутри храме прихожей у храма а то конечно но так один такой священник был но как сегодня никак начинать работать я начинаю на на голом месте как потеряя потеряевка крапива воробьи мыши ничего не 20 лет и с нуля начали приезжает большое начальство краевое да у нас тут есть заброшенные села там инфраструктура есть дороги столбы у вас ничего нету это родина наша мы не ищем где хорошо а хотим создать хорошо и при том правила наши мы нигде не переборщили чтобы ну сказали что в раздетом таком виде женщина не должна ходить одеться ну и все матушке приехала одна и загорать решила я иду мимо так я сразу зашел так матушка это ваши гости ну да так одеться нужно а почему уставе за уже записано так она так надевается или нет или сегодня она должна покинуть я вот видишь крапива большая растет час я рву и сейчас начну ее парить она мигом оделась и к вечеру уехала все кто-то должен взять это на себя кто-то да как наполеон говорил мне нравится главное ввязаться в драку а там видно будет ну да ну вопрос такой но это ну нужно ли вот в этих обстоятельствах нужен ли священник единомысленный или даже без священника уже ну может без священника общеносознанной священник увидит а это помощь ему помощь он поймет но никто на это не решается бояться отлучение не надо не отлучение от любви божьей кто отлучит скорбь теснота болезни павел перечислять не настоящее не будущее никто не отлучит поэтому надо делать как положено а он выйдет говорит будет против вчера против сегодня будет за мы отдавали но тут у нас на новоалтайск рядом с барнаулом только через ок где-то и там раздавали тогда у меня вкладыши были такие газета университетская за науку а туда вкладыш ну газета 900 99 экземпляров а я вкладыш туда меня печатать 25 тысяч но я плачу всего и вот дали там освященник по нему попало в руки он вызвал народ свой из храма смотрите как вот лапки назад вот так вот надо и давай рвать этот а там 136 мест описания святых отцов о крещении к истинному православию там есть но я услышал но они на этом не остановятся будут жечь еще евангелие но в другом месте евангелие собирали у людей сжигали то есть они с ума сошли но проходит время и он приедет ко мне вот сюда где я сейчас сижу и не один а кажется два или три благочинных приедут и притом посылает их сюда епископ который был до этого дмитриев максим алтайский и барольский который к нам крайне не расположен как священник один сказал ни одного нет у нас и прихаренного совещания чтобы вами он не начал и вами не кончил в конце а уезжая перед этим его патриарх даванул там и он к нам при сразу приехал патриарх на нас спросил какие ваши отношения с игнатием младкин патриарх спросил его алексей второй то его сразу и он к нам потерявку приехал и расстались по хорошему вчера он был против а а сегодня посылает ко мне двух благочинных и они мы их встречаем из епархии которая против нас воюет дело вот какое сейчас наш губернатор карлин александр богданович это ставленник путина когда здесь евдокимов погиб михаил сергеевич он путин поставил его не выбирали здесь он хороший высокого класса юрист это я говорю о карлине и карлин создает сейчас там совет из разных религиозных течений то при нем чтобы был а мы решили то есть они там решили только традиционные могут быть там мы католики григорина армяне мусульмане иудеи все что других не было их тут 68 зачем они нужны так вот мы сейчас значит на свою сторону сейчас едем к мусульманам договариваться будем и этот подписи соберем и карлину вручить но кто вручить то все боятся они приехали ко мне то есть нашли мальчика для битья когда они все соберут подписи евреи подпишутся что других нам не надо только с нами дело имейте мы то есть тобой будем руководить или советы давать вот понимаешь как но я сразу согласен я еще не понимаю что ли они меня я с карлином поздороваюсь я с его расскажу вот они сидят я им говорю знаете ребята этого не надо делать и надо делать вот почему по двум причинам вы видели на фотографиях что рядом с путиным патриарх ну да запомните очень хорошо что патриарх не пойдет против путина и путин против патриарха не пойдет там тандем создан мирская и божественная власть соединились два престола вместе это называемая симфония это больше глупости не придумаешь видели видели дальше вы согласны со мной да а карлин юрист высокого класса очень высокого генеральского. Там я не знаю, в какой степени. И он против закона не пойдет. Вы согласны? Они согласны. И против Путина он тоже не пойдет. Вы согласны? Да. Давайте дальше рассуждать. Давайте по порядку. Вам не надо собирать единомышленников, которые с вами не единомыслены. А давайте мы вместе с мусульманами, с иудеями. Вы вот что сделаете. Их не пускайте, не пускайте. Не это делать. А вы скажите, нас не пускайте. С себя начните. Мы участвовать в этом совете не будем. Он сразу трубку в епархию звонит. О, тут такой потенциал духовный. Потенциал. Мне до того смешно. Потенциал. Я только половину не рассказал. Я говорю, братья, езжайте домой. А ему скажите. И уже завтра ответ получите. У меня там знакомая у него в советниках. Она преподаватель кафедры теологии. Марина Маратовна Волобуева. Такая красивая женщина. Но она какая-то турчанка или что-то. Ну просто вот есть там Королёк Птичка Певчая. Не видел? Фильм? Не помню. А запиши. Запиши. Посмотри. Когда пост кончится. Не пост. Турецкий фильм. Королёк Птичка Певчая называется. Она примерно похожа на главную героиню. Я говорю. А у меня есть там. Я её спрошу. А на завтра я спрашиваю. Марина Маратовна. А там ничего неизвестно. Она говорит. Известно. Известно. Александр Богданович сказал. Никакого совета мне не нужно. То есть то, что я говорил. Они дали только. С кем он будет совет-то держать? А когда ваших-то там нету. Патриарших-то. А патриарших нету. Это сразу им там известно. А известно. Это Путину. Да зачем он пойдёт Карли на это? Да ему легче смахнуть это всё. Ещё раз нету. Ещё и не было. А как вы это знали? Да тут, ребята. Тут всего два арифметических действия. Чего вы такие-то совсем уж? Никакие. Надо быть. Ухо держать, говорит, по ветру. Что Господь скажет тихое веяние ветра? Я рассказываю как. А приезжали Войтович Александру, скажу. Михаил погиблов. И он был против. А когда разговаривали, он. А вы знаете, прошлые годы, когда вас гнали. Мы боялись выступить за вас. Но вы для нас были как маяк. Я для них маяк был. А меня мои там газетки рвали. Это про них же. А когда они тут с местным архиереем-то не поладили. Тогда был Антоний, Антоний Маслендич, первый епископ на Алтае. И меня они вызвали к себе, чтобы я приехал. Я побыл у них там, посмотрел и говорю, это не дело, ребята. А архиерея их взял, запретил. А они храм строят. А они службу вести. Я говорю, раз запретил, не надо. Интердикт наложен. Выдержите. А они костры там жгут зимой, чтобы не были другие поставлены вместо них. Я говорю, этого делать не надо. Вы начните с себя. А их запретил этот Маслендич. И он говорит, ну что же делать-то? А Войтович, это главный благощинный был-то, а так серый кардинал-то. А он руководит, но не встревает нигде. Он очень был в этом деле аккуратный. Не ладится. А он за то, чтобы епископа они потревожили-то. А из-за денег не поделили деньги. Он наложил контрибуцию больше. Этот ясак они не понесли. И теперь я ему говорю, знаете, владыка, он ко мне на дом приехал, мы обедаем, сидим. Маслендич, простите их. А я к ним поеду сейчас. Я поговорю, чтобы они у вас попросили прощения. Ибо я с ними там провел время. В Новоалтайске-то. Сколько-то я не знаю. И они приехали, у них совещание. А когда совещание было, пурга была, а я на улице стоял перед храмом и молился. И в это время открываются ворота, эти двери в храм. И как из катапульпы вылетает один священник. Победа! Все, снял с нас запрещение. Мы служим один за другим. Маленько погодя, он выходит, он такой был. В перевалку подходит. Я не пойму. Просили они прощения? Нет. Какое у них торжество? Назад у них в газетах, там будет победа. Как будто бы медведя закололи там в берлоге. Я говорю, владыка, да не глядите вы на это. Главное, что мир. А они хотели штурмовать этими своими священниками. Это полезно, а все снимают. Священник один крестом засыпался, там на ограде, штыри-то где-то, и не может сняться, а его снимают. И все это. И они друг продают, и вдруг там везде эти листовки стали раздавать-то где-то. Но и в это время уже все запуталось. Они ко мне обратились, та и другая сторона. Та и другая сторона обратились. А я никто. И вдруг сразу все ко мне. А почему? Господь положил на сердце. Я сказал, владыка, он ваш начальник. Вы покоритесь ему и больше этого не делайте. Ну требуются деньги. Отдайте вы разговор такой. Вот такая история. Игнатий Тихонович, я вот была такая история недавно. Я зашел в храм, кстати, в один из осколков РПЦЗ, РПЦ, там она аббревиатура РПЦ. Они, кстати, сейчас разделились. Там Тихон Пасечник, и вот этот отец Савельев, отец Василий Савельев. Знаете, вот они, к сожалению, разругались и все. И как в море корабли разошлись. И в разных местах служат, все такое. Ну вот я, а на Андрея Критского хотелось бы действительно побывать в такой обстановке в молитвенной. Ну, примерно как вот у вас в Потеряевке, где можно сосредоточиться на молитве и все. И мы решили с братом, с Дмитрием пойти именно туда, к отцу Василию. Там именно такая обстановка. Туда приходят люди помолиться, там нет проходного двора. Вот, и я смотрю, ну, то есть вот, и я каждый вечер, вот уже ближе к концу, я телефон включал и делал трансляцию в интернет. Ну, вот, что вот происходит моление, все. И еще такой кадр я хороший поймал. Ну, то есть там у них свечки стоят, кстати, восковые, из чистого воска. И свеча полностью догорает. Ну, то есть они ее не снимают вообще, не убирают. И я подошел, и вот молитва уже заканчивается, уже вот этот день вечерний, канон Андрея Крискова тоже отошел. И я снимаю на телефон вот этот вот, как свеча догорает полностью. Ну, вот, то есть такой хороший кадр, редкий. Сейчас редко это где встретишь, чтобы не убирали свечи. Так у нас такой порядок, у нас это в усам занесено. Да, да, да. И вот, вот это, да. Ну, то есть вот, и я потом батюшке сказал же, батюшка, вот я поснимал, вот кадр хороший. Он говорит, не надо было меня снимать в эту помойку в интернет, зачем это все выставлять? Я говорю, ну батюшка, что ты, говорит, у меня не благословился? Я говорю, ну я пришел чуть-чуть уже в службу, а то была раньше. Я, ну как, я пойду к вам в алтарь, что ли, благословляться? Ну, то есть я вот заснял вас. И он такой расстроился, все. И говорит, ну в интернет хотя бы не выставляй. Я говорю, да батюшка, я трансляцию вел, она уже в интернете стоит. И он тогда разразился там на меня. Ну, то есть как бы это. И все, и поруга, ну как бы вот такой конфликт произошел. И я говорю, ну что вы теперь меня вообще не будете пускать? Ну, может мне вообще не ходить тогда к вам в храм? Ну вот я прям так. Он говорит, ну и не ходи. Зачем ты тут такой нужен, непослушный? Ну, я такой думаю, ну ладно, вот и поговорили, как говорится. Вообще вот, я, ну я думаю, как я прав был, Игнат Тихонович? Ну вот вообще можно ли, ну вот у меня сердце захотело снять кадр. Ну вот я взял, снял его на видео. Как это вот? Виталий, в храме он хозяин. В храме он хозяин. У нас снимается все, но иногда батюшка тоже такое. Это их поповское такое есть это. А вот когда батюшки нету у нас здесь, все снимай. В любое время снимай, никогда не спрашиваем. Я батюшку заранее предупреждаю, мы будем снимать. Да уже снимали это. Я говорю, целиком не снимали. У нас вот им, как у нас служба идет Андрея Критского под на русском языке на эти три восхождения, благодарение слова, у нас все это в интернете стоит. Тут у нас большая разница. Он тоже, батюшка, у него нету, в интернете он никакого отношения не имеет. А результаты, я говорю, вот они, вот сколько людей нынче пришло, и все только через интернет. Да, помойка. Но вся земля помойка. Радиоактивными веществами заражена. Но мы живем. И как бы там ни было, надо возможность использовать. Так легко. Вот мы сейчас с тобой разговариваем. А я сегодня уже к вечеру его поставлю. И ты увидишь. Ну вот, Игнатий Игоревич, ну то есть, да, я надо прийти по России. Но все-таки, я думаю, что все-таки, что значит, что он хозяин? Ну, хозяин-то Господь все-таки. Ну, вот так вот. Подожди. Вот приехала к нам, приехала Райхель, Загидулина. Она, Райхан была. Приняла крещение. Здесь свидетель Иегова. Видел? Казашка. Да. Ну, мы пошли. А там кое-где пытались препятствовать. И когда мы убыли митрополита, я говорю, Владыка, благословите, чтобы нам не препятствовали нигде снимать. Внутри. Это в музеях нигде не разрешают. А разрешение надо взять или заплатить за это. Ну, такой закон. Зачем бы я к нему обращался? А теперь у меня мандат. Мы дальше по храмам едем везде. И Андрея, тут первозванного, я на богослова. И я. Сунулись. Я говорю, у нас разрешение от владыки. Прочь дороги. Все. Мне это не помешало. Бывает иногда, они деньги просят за это где-то. Ну, я услышал. То есть надо заранее. Заранее надо сказать. В храме священник, хозяин и Бог. Какой власти вот это делаешь? Христа спросили. А он Бог. И там только священники. Кто тебе дал власть такую выгонять из храма людей? Так что ты здесь был. И не то, что не прав, а не было у тебя настоящего знания. Надо было благословиться. Вот я прихожу в Покровском соборе. Нам надо снять торговлю, как торгуют. А священник стоит, секретарь епархии-то. Я все равно подошел и говорю, отец Сергий, снимай, ты что спрашиваешь-то? В другой раз там Саид Бердников, и Романах, там, я не знаю, Игумен или кто, Филарет. Я ему сказал, да какой разговор, Игнать Тихонович, да снимайте вы все, что вам... Мы все снимаем. Вот были на прощенное воскресенье. Нам особая как бы льгота дается. Где бы мы ни были, они нас выделяют. И поэтому во вред наши снимки ни разу никому не были. Никогда и нигде. Ну, где они знакомы, я там подхожу сразу к священнику, спрашиваю. А если он нас узнал, тут вопросов нет. И в алтаре снимай и везде. Я как счастец могу заходить туда. Ну, услышал. То есть сначала надо с батюшкой поговорить будет. Да. А то я... Ну, я вот где-то и снимал, мне ничего не говорили священники, а вот где-то вот так реагируют. Ну, от тебя наука. Да. Я где-то и снял даже в торговлю ту же, но там на меня аж вообще с дракой полезли. Ну, в другом храме, в патриархийном, идет ехаристический канон, и я решил, ну, я решил поснимать, как торговля идет во время этого. Ну, и там прям, они прям такие возбужденные, накинулись, все такое. Я не говорю, что ты неправильно поступил, неправильно, что не спросился. Это надо искоренять. Торговля и храм несовместимы. Вы не можете услужить Богу и мамоне. У меня целая статья к Истинному православию, там написано про это. Ты ничего не сделал плохого. Ну, они вот зажали так, и нам надо к этому приспособиться. Они так, я не признаю, советская власть, как у нас сейчас, регистрацию земли. Да не надо, вся земля Господня. Нет, позволь. Господня это мы знаем, но однако Еремия сидит в заключении и составляет купщую. Считай, пророк Еремия. Готовится нашествие врага, а он покупает землю. Почему? А придет освобождение. Но надо быть очень аккуратным. Ну, теперь, если можно, конечно, подойти, у него сказать, прости меня, ну, я думаю, этого не надо. Не надо, потому что ничего ты не сделал, и впредь не делай. У меня была мысль сказать, что, извините, Игнатий, что вот мы же, ну, как вот в Библии, светильник же под столом не ставят, простите меня. То есть он же должен светить. Запретить. Тебе не надо сейчас еще говорить. Положение твое, ходить разрешат или не разрешат. Их юридикции сегодня больше тринадцати. Сегодня. Друг друга не признают, как Диамид этот запретили. А он давай, анапиме патриарха, всех до одного в синоде. Это сумасшествие. Кто твое анапиме утверждает? Да зачем она тебе нужна? А потом брата родного и неналично ставят в епископ. А потом вместе с ним разошлись. Ну, еще нормально. А с него сан снят. Теперь он не епископ. Но я за него каждый день молюсь. Зюба на этого. Мне дано великое право, власть, быть чадом Божьим. 1.12. Евангелие от Иоанна. Власть. Я этой властью пользуюсь. Сказать людям, подсказать. А спорить никогда не надо. Спорят, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Ну, вот к слову, у меня мысль-то пришла, что сейчас вот эти язычники, так называемые, неоязычники, род, вот они почитают. Род. Вот у них какой-то род, это божество или что для них. И они все упрекают христиан православным, что вы рабы, у вас рабская религия. Вот это. Вы рабы, рабы, рабы. Вообще вот. Игнатий, что на это можно им сказать? А ты скажи, там написано, они свободны от праведности. А рабы везде рабочие. Слово рабочие в корне имеет раб. А у нас рабочие на заводах, скажи, везде работают. Возьми. Путин говорит, я как раб на галерах. Ну, он раб. Раб на галерах. Президент не стыдится этого. Папа Римский говорит, я раб рабов. А вы не знаете. Апостол Павел говорит, раб Иисуса Христа. Евангелист Иоанн пишет, Петр, раб Иисуса Христа. Яков, раб Иисуса Христа. Первый стих, начало послания это. Мы рабы праведности. Наш Господь, Он сотворил, дал землю. И кто мы? Слуги Его, трудящиеся рабы. Это самое почетное звание. Апостол, раб Иисуса Христа. Они ничего не знают. Язычники, язычники, они поклоняются твари вместо Творца, который благословен во веки. Считай первую главу послание к римлянам. И не познали Творца. И поэтому извинения никакого не заслуживают. Если мусульмане придут сюда, они их сразу в первый же день уничтожат. А христиан, они только под свой закат ставят, там платить налог какой, одну двадцатую часть, и все. Ну вот, Игнать Тихонович, я все-таки с вашего разрешения буду продолжать беседы в духе Сергея Козлов. Вот у меня такие получаются беседы примерно. Вот как Сергей Козлов созванивается с людьми, и у него беседа такая идут, они друг другу вопросы задают. Ну вот так. Нет, пока ниоткуда не надо. Ниоткуда ничего не брать. А те, которые сидят с ним, они не согласны по носителе. Не надо. Я прошу тебя, ты сделай так вот, стихотворение одно просчитай, и второе рядом. Между ними фотографии. А после второго, когда два стихотворения просчитаешь, в выдержке что-то с наших роликов, где я поясняю о Боге. Нам не надо это. Не надо. С Сергеем беседуют, как правило, приходят люди даже неоглашенные. Неоглашенные. И он его поворачивает, да что вы об Игнатии говорите, он не может там. Андрющенко. Такое слово-то, как будто бы младенец по нос прохватил. Я понял. То есть это пока не надо, да? Не надо, пока никогда не надо. Нам не надо. Они говорят, ничего не знают. А Сергей там совсем немножко говорит. Не надо это. У нас свое поза глаза. Повторяю, 10 тысяч роликов. Да нет, я не знаю, может вы меня не понимаете, что я имею в виду. Я, ну как сказать, я, мы вот так же эти темы же и поднимаем, Игнатий Тихович, вот эти горячие темы, всякие, что тебе дает Священное Писание там, ну вот, всякое вот такое вот. Это же интересно или нет? Ну вот человек... Надо другое, я еще говорю. Интересно, ну бери только с наших роликов. У нас безмерно и намного выше, что там люди говорят. Я учитываю в разговоре и Писание, и Святых Отцов, и каноны Церкви, и Жития Святых по четырем параметрам. Там нигде никто этого не говорит. Ни один сегодняшний там ни Ткачев, ни Смирнов, никто не говорит. Выше нашего нету, просто нету и быть не может. Не, ну это да, это я понимаю. Нету, нету. Он сидит там, хлюпает водой. Фу, срам. Нету, ты бери наши ролики и там смотри. И с них выбирай, между ними и то небольшие. Главное, это ты стихотворение озвучиваешь. Озвучиваешь. Ну вот, Игнатих, прошу прощения, я еще... Вот у вас же где-то есть в тех, в начале еще 2013 год, 2014, Владимир, потом Сергей, Пупков, они рассказывают свою историю, вот как они христианами стали, вот это вот. Так это у нас отдельные ролики стоят. Вот. 70 роликов, примерно, кто как пришел к Богу. Вот, вот это мне, я же, мне вот это интересно в беседах. На форум заходи и заряди, кто как пришел к Богу, я могу тебе скинуть. Там подряд все. и прямо ролики идут ролики, мы записали их, кто-то дома отмечает, к ним ходили. Но это ты можешь брать, между этими брать, нигде чужого не бери, я очень прошу, не надо. Зачем я буду... А, я понял, чужое, это имеется в виду там разных священников, там каких-то спикеров, там вот этих, Никого не брать, нигде, только с наших роликов. Наших. Я понял. Они у нас могут брать, а мы у них не будем брать. Нет. Не, не, услышал, это я услышал, но еще раз вопрос такой, то есть, а те, кто как бы является членами общины, ну, пускай они даже где-то дистанционно, ну, которые близки по духу нам, христиане православные, с ними-то можно побеседовать? Ты беседуй, и на меня выводи, я с ними побеседую-то. Да, да, да. Тебе зачем брать на себя это? Ты делаешь, что говоришь, теперь. Я не для того, чтобы как бы все, все, я молчу, Игнать Тихонич. Ты смотри, не перебивай, если они выйдут, и они нуждаются, подбивать к этому не надо, и тогда с этого ролика ты можешь взять, который у нас стоит только, на нашем видеоканале, повторяй, 10 тысяч роликов. Ну, что тут непонятно-то? Ты только, а бывает два часа с лишним. У нас и чтение Библии моим голосом, и Златоуст, и все жития, и добротолюбие, и архипелаголог. Как-то море. Нет, это да, Геннадий Тихонович, тут я согласен, 100%. Никогда не посягай на это, иначе мы законфликтуем. Зачем я буду брать, которые все ниже? Они где-то боятся, Андрей Кураев говорит, для меня важно, для меня не важно, как архиепископ думает, я должен сказать. Зачем мне нужно, когда они везде, Дух Божий носится на ду, где Дух Господень, там свобода, они вот выставили, Дух не может пройти, как говорится. Вот, я полностью согласился, твоя воля, я склонился, я признал, все, ни сребролюбие, ничего у меня на пути не стоит. Я не боюсь, меня в должности понизят. Дух Божий носится, и поэтому я должен довериться Богу, отвергнись в себя, они не отверглись. Возьми крест, они ничего не несли, они не были нигде. Поставили их и все. У меня другая биография, меня мяли, давили, жарили, и по сегодняшний день везде, посмотри, какое безумие идет. А мне нужны, нет, моя колокольня, они вокруг лают, мочатся на нее, но это все пройдет. Игнать Тихонович, вопрос вот такой, что бы Вы посоветовали людям, которые вот, ведь мы понимаем, что это все Господь дал, вот это все, вот эти все, так сказать, вот эту работу над разъяснением Слова Божьего, над применением его к сегодняшнему дню, к нашей жизни. И вот что бы Вы посоветовали людям, чтобы они не очаровывались, ну вот, а вот нормально, ровно относились к этому, с пользой для себя, как им вот. А зачем я буду на этот вопрос отвечать? Есть Господь Бог, Ему служи всем умом, всем сердцем, а остальное сравнивают по Святой Библии. Они ни Бога не знают, ни Священного Писания, поэтому Советы, они не достигают цели. Где-то там подкаблучник, жена командует над ним, с ними не работай, он никакой, отойди. Там ничего нету. Вот говорит об этом Степаненко, Максим Валерьевич, он говорит абсолютно правильно, эта тема у него разработана. Ты слышишь, как она на мне обзывается? Мужик с большой буквы, там. Мне очень, я вот сейчас, только сейчас, стал вникать в материалы Степаненко, и там глубина огромная на эту тему, просто проработка, Слово Божие вот подкреплено и Словом Божиим, и Святоотеческим учением. То есть, он как бы как будто взял и вот прям эту тему прям проработал, прям от А до Я. Видишь, как он говорит о крещении. Впервые в такой печати он взял полностью весь мой материал и напечатал, а в конце Игнатий Лапкин. Полностью, ничего не купируя. Вот и все. Нас пытались поссорить там на него, где-то как-то что-то он не знаю, по неосторожности или как сказал. Я нигде не встал, ни одного слова. Зачем? Я только молюсь, усиливаю молитву. И опять наши отношения стали хорошие. Он узнал, когда закон Яровой, он мне сразу скинул, но я его знал. Мы сразу отдали юристу, он проработал. У нас регистрация на одной стороне Краевой отдела юстиции, а на другой прошел курс полный. И мы с собой бумагу берем, нам полиция подошла, показала, отстали. Мы зарегистрированы, мы приняли этот закон, нам он не повредил. Мне для благовестия коммунисты не мешали. Не мешали поститься, не мешали молиться, не мешали по тюрьмам идти, а помогали. Меня спрашивали за рубежом и говорят, как вам КГБ помешало? Я говорю, откуда вы взяли, что помешало? Они меня сделали известным, вы меня пригласили, я стал вашим гостем. А как бы ни КГБ, я бы и сидел, никто не знал. Игнатий Тихонович, если я правильно понимаю, что вот когда вы были в вузах, в заключении, и у вас такая практика там установилась, была, и кстати, в какой-то вот интересной тюрьме так было, когда по вечерам, часов в восемь, если я не ошибаюсь, открывали, заходили охранники, открывали двери. В коридоре стояли, в коридоре. В коридоре стояли. В Кемерово, в Кемерово, Новокузнецке. Я могу сказать, где было. Понимаешь, я не менялся. А подробности можно, Игнатий Тихонович? Как это вот? Ну, поподробнее, в деталях расскажите. Ну как, допустим, меня арестовали, сразу проверяют, прощупывают, нет ли где чего, режущего, колющего, ну и определяют, куда тебя. Сначала в нулевке, там до утра, а утром там уже распределяют, какую, куда. За мной послали политотдел, начальник политотдела тюрьмы. Всего 3700 узников. Всех распределили, меня не распределяют. Он пришел, Ульяновский Владимир Александрович. Мы еще встречали, сколько. И он идет со мной, и так, а что это у вас такое? Я говорю, кружку дали. Да какая кружка задымленная? Он как ее по коридору гальнул, так, которая там, так, выдать новое, все. Понятно? Дальше. Куда же вас поместить? Я говорю, туда, где не курят. А таких камер нету. Ну, где меньше курят, это можно. Так. Вот 112 камеру я могу, там один сидит. Я не знаю, кто, чего. Он меня туда поместил. Охранник сразу. Ничего тут не трогайте. Он на суде. А это там захватили первые секретари партии, там директора идут, он за паровозой идет, Север Владимир Митрофанович. Главный рыбак Алтая. Космонавты у него там приезжают с Москвы. Все у него там. У него вагоны идут из Прибалтики, из Тихого океана, рыбу он там переделает. Рыбак. Он продает там. Все у него идет, как надо. А я не знаю этого. Я зашел, Олимпийка висит, так осмотрел, все чисто-чисто. Какие-то сумочки висят, консервная банка, из нее лук растет. Я понял, это какой-то пупок. Пупок попал, думаю, ну что, и слышу, говорят, около самой камеры. Вот загремели засовы, и он заходит. А мне уже сказали, охранники, тебе попа подсадили. Ну, будем здоровы. Кто вы такой? Я такой-то, аааа, себя я знаю, оказывается. Тут были разговоры, когда приезжали прокуроры, и там у него они отдыхали, и о вас говорили. Я говорю, а что они говорили? Да вот, дескать, какую пользу оказал бы партия нашей человек, но заблудился, и других туда ведет. Ну, и дальше, мы как с ним были, у меня все это написано для слова Божия нет уз, подряд. Ну, я сперть зашел, если в другую камеру, там человек 70 курящих, я зашел через порог. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир дома сему! Зашевелили сразу, один оторвался от толпы, подошел, а кто вы будете? Я христианин православный, меня этапом везут. Так, батя, а какая статья? Я говорю, 190 прим. Прим, ну, 190, это ты что? Завалил мента где-то? Я говорю, нет, это против власти, называется распространение заведомо ложных измышлений, порожащих общественно-государственный строй. Страны, о-о-о, куда ты? Так, ну, у нас тут три человека на шконку, и, попеременно, круглосуточно спят. Так, где бы вы хотели? Я говорю, где дышать легче? Дышать легче. Подошел, так, ой, сдалой, так, и ты наверху тут слазить на нем будешь? Пошел, мне две койки сразу дали, я теперь спрашиваю, теперь скажите, а где у вас тут можно, чтобы не мешать никому и молиться? Да где хочешь, отец? Я говорю, нет, надо, чтобы все знали, не мешали. И он нашел, где дали койки, и тут в сторонке как-то так получилось. Я туда встал, я не мешаю. Да нет, все, я говорю, буду молиться. А у вас молитва есть с собой? Да я наизусть знаю, я говорю. Ну, и в этот же день я написал, и они там везде своим начали присылать. Политоотдел меня заметил и сразу на допрос. Вот какую птичку к нам привезли-то. Это ваши слова ваши? Ну, давай рассказывай. Ну, давай им говорить. Ну, и услышали, а я молюсь. У меня день разбит был примерно на пять периодов. Каждый период, это час или полтора, это я на молитве. Я молюсь. Пасалтырь читаю за два дня. Пасалтырь, ты вот прикинь, посчитай, сколько идет. Далее, своими поклонами. В день у меня примерно тысячи или полторы тысячи поклонов. И Новый Завет просчитываю ровно за неделю. Этого никто не делал. Если я там стою, молюсь, а в это время охранница открыта, там кричит, эй, ты, батюшка, макака, закрой дверь. Его нет здесь. Как нет? А вон стоит. Я сказал, нет, он на молитве, его уже с нами нету. Бесполезно, закрой. Тоже она закрыла, а потом молитву будут спрашивать. Я кончил молитву, говорю, в 8 часов уже знали. У меня Новый Завет. Проверить на 70 человек, 3 человека не курящие, тщательно с мылом моют руки, и я им дозволяю в руках держать Новый Завет, и они считают, а я изъясняю. Все лежат на шконках, головой сюда, со всех сторон, и ни один не закурил, чтобы я ставлю условия, я ставлю условия. Ни один не закурит, иначе головой в парашу. В это время охранники подходят, дверь открывают и стоят. Бывает, а дед, да тут на втором этаже, да куда не денутся, и пусть идут сюда. И стоят и слушают. А я голос такой язычный был, я громко говорю, около двери стою, и камеры поворот. Вот так. Было у кого так? Я разговаривал, кто сидели, баптисты, ни у кого не было. А почему? Я так вел себя на свободе. Я только об одном молился, чтобы дух молитвы меня не покинул. Как я на свободе? Я говорю, баптисты даже, а что такое дух молитвы? Ну, как я тебе объясню? Ну, это внутреннее такое соединение с Богом, побуждение. Я не сам это делаю. Это ангел меня побуждает. Подъем в шесть. У меня подъем ровно в четыре часа. Я сплю в четыре часа, как кто-то меня потихоньку трогал, глаза открыл, скорее в туалет сходил. Меня ни разу в туалете не видели, а там сделано, куда стекает, и ширмы. А в основном-то где-то спят, не видят. Я потихоньку, и дальше сразу на молитву. Оботрусь холодной водой, полотенцем. Я очень бодро себя чувствовал. И когда я разговаривал, кто сидели, там, Глеб Якунин, семь лет, в якутских лагерях. Было ли такое? Да нет, это как так? И вы всегда так молились, да? И ничего не говорили. Ну, а когда уже осудили, и привезли меня куда, это Жанатас, Джамбульская область, Казахстанской ССР. Ну, и сказали, отбой, два часа, или там сколько, выходить нельзя, ни в туалет, никуда. Сразу арестуют. Значит, выходить только в подштанниках. Я говорю, ну, легли спать, сразу проверка идет. Я говорю, а я не буду ложиться. Как не будете? У меня время молитвы, я буду... Ну, смотри, отец, тут очень строго, палками бьют, они идут, у них черенки от лопат. Ну, я говорю, а здесь буду молиться. И они идут, и как? Нормально идут. Идут, и меня не видят. А там свет горит день и ночь. Проходят мимо, и не видят. А я к стенке, тут пилястр, пилястр, это как столб стоит. И я около него, они пройдут, и я при них не кланяюсь, стою. Все. А у меня тут дьявол, как будто я там и лежу. Прошли. Какие происшествия? Никаких. И ни разу. Но, когда начался обыск, нас нету. А про обыск знает начальник отряда. Это счастье. Он у меня был словак Владимир Васильевич. Словак. Высокого такого роста, там старший лейтенант или капитан. Он это знает, он сразу ко мне, что у меня есть, просворы, Библию, все забрал, утащил к себе в сейф и запер. Представь себе, это высказать нельзя. Я пришел, у меня ничего нету. А вот пришел, не беспокойтесь, у меня все лежит. Вас оттуда взяли, сейчас у вас бронхи, уже потемнение. так, с сегодняшнего дня двойную порцию будете получать. Молоко, масло. Это он сам все делает. Врач там, все это старается помочь, что-то принести из дома. Я никого не знаю, Бог. Вот. Татьяну Прокопию, он врача не мог найти. Зинина, кажется. А этот нашелся у меня. Кажется, Райхан помогла мне тогда, теперь Рахиль. И мы с ним связались, я ему там книги подарил, послал их, и он у меня в друзьях. Словак. Так я у него, когда, вот бывает там, между собой подерутся, эти заключенные там, а ему тогда это все в личное дело. И на химию, этого не выйдет. Химия – это уже свобода. Ну, определенно. Спать в одном месте там. Ну, может, жена приезжать, ты гулять можешь. А не Владимир Васильевич. Гражданин начальник, вы у меня уж сами накажите, только не пишите туда. Ну, они приходят к нему, а он высокий. А у него шланг такой, вот как бывает сточная из стиральной машины-то. Что там за шланг, не знаю там. И он вот так вот руками уцепится за стол, стоит, разденется до пояса, а он его в это время понужает. Я не знаю сколько, но больше, кажется, десяти не выдерживали. Подождите, не могу. В туалет надо сходить. А разжижило все. Когда последнего наказал, я ему говорю, Владимир Васильевич, накажите меня. как? Говори. Добрый. О, да слава Христу. Да нет, слава Иисусу. А у вас как? Ждем, готовимся к причастию. Хорошо. С Богом. Отец Аким позвонил, спросить как. И вот теперь, он никак. Я говорю, вы меня хоть наручниками приковывает там батарея. Ты меня тоже наденьте. Да если узнают, меня работать снимут. Это надо, чтобы там утвердили, что это наказание. Я прошу, пожалуйста, ну наручники надевать не буду, это для меня. А вот наказать, ну ладно, давай. Я разделся, и он меня, сколько, ну сколько сделаете, столько резь. Я за стол усыпился, как кипяток под кожу загнали мне. Как он размахнулся, как полосанул меня. Я с Игнатием Тихоновичем разговариваю. Так, все. Извиняюсь. Во. Да нет, там мама просто. Ты понял. Он меня начал понужать, это. Но я скажу, я могу говорить об этом, потому что я испытал. Мне надо было испытать это. Вот так было, как было, вот как было, так и было. Я ничего в этом особенного не вижу. Я и Богосподь мой со мною. И все. Угу. Угу. Ну что, Игнатихович? А, все, да, уже? Наверное, все, хватит на сегодня. Ладно, спасти Христос. Аллилуйя. Я жду вот этих, как они, стихотворения на тему община. Я уже посылаю сейчас тебе. И ты постарайся, это может быть надборно, все до одного употреби. Они все разные, там столько всего. Ой-ой-ой. И эпиграф будет только один вверху стоять, чтобы не путаться. Ты сказал, я учел. Эпиграф только... Не, Игнатих, на самом деле, простите, но на самом деле это полнота, когда заканчивается... Слушай, у тебя поисковик библейский есть? Ну да. Вот так. Заведи это, а в него, притом ткни, откроется другой. И там цифру первую, которая откроется, ну, по тексту его, и она откроет тебе целую серию. Нижний выбирай сам, я тебе доверяю. Хорошо. Вот этот, который я ставлю, эпиграф, его заряжай, он выскочит, теперь на него ткни, она рядом откроет, все. А потом этот стих, этот стих там ткнешь, он снова перекинет сюда, но уже дальше пойдут из разных книг. Я доверяю тебе, но я буду сделать один, я это принял замечание и не хочу тебя утруждать. Да, на самом деле, Игнати, ну, зря я так сказал. Сказал-то, я понял. Я понял, и я не зачем сопротивляться буду. Тут ты главный. Нет, Игнати Игоревич, ну, я услышал вас, буду сам тогда... да, поэтому твои слова мимо я не пропускаю. Даже вот, где-то меня там обзывают, гонят. Я все проверяю, сверяюсь, и дальше уже смотрю, что делать. Говорят, а на вас нападают, то там ударили. Я на каждый удар отвечаю серией ударов. Запомните это. Спасибо, Христос, Игнати Игоревич. Слава Богу. Слава Богу. Да все. С Богом. С Богом. С Богом.